Дмитрий Марков Именно с этого гола команда Нур взбодрилась и активно ушла в нападение. Атаку за атакой отражали игроки Спартака, но все же пропустили гол в конце первого тайма. Тем самым счет стал равным. После небольшого перерыва капитанам команды Спартак было принято решение изменить тактику игры. Будем играть от обороны, потому что у нас 5 человек, у нас команда такая, мы не профессионалы, у нас половина людей на буровых. Если был бы полный состав, сейчас бы совсем была бы другая игра. То есть пацаны тоже молодцы, но мы сами сильнее, и даже в том числе, что мы сейчас в такой компании показываем нормальную игру, то есть все идет по плану. Во втором тайме игроки Норда многократно проверяли вратаря соперника и через несколько десятков ударов забили долгожданный мяч, который вывел их в лидеры и команда моментально на кураже забила третий гол. В последних минутах матча эмоции на спортивной площадке были на пределе. Игроки Спартака пытались выйти в лидеры, меняя тактику игры на ходу, но им удалось только сократить счет. Финал первенства Кубка Округа закончился со счетом 4-3 в пользу Норда. Второй год подряд выигрываем этот кубок, но хочется, кубок это не показатель, хочется чемпионат уже выиграть. В том году так сложилось по обстоятельствам, что стали вторые в чемпионате. А так все кубки на данный момент состоят, за последнее время мы выигрываем. Но еще раз скажу, что счет не по игре, а так все хорошо. Награждение победителей и призеров первенство прошло сразу после финальной игры. Кубки и медали спортсменам вручил губернатор Ненинского округа Игорь Кошин. Бронзовым призером стала команда «Динамо». Серебро себе забрали игроки Спартака и Кубок Округа остался у Норда. Подробнее об этой встрече, а также о предстоящих спортивных мероприятиях, нам расскажет председатель Федерации футбола в НАУ Игорь Лузгин. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Можете с профессиональной точки зрения прокомментировать финал Кубка Округа? Почему бы и нет. Игра была хороша. Скажем так, соперники давно друг друга знают. Обе амбициозные команды. Не первый раз принимают участие в соревнованиях и встречаются в полуфиналах и финалах. Поэтому, что атаки были быстрыми, что контратаки сумасшедшими. То есть, довольно-таки зрелищная была игра. Единственное, маленькая не хватило Спартаку. Это, наверное, подвела реализация моментов. Но и в конце они маленько тактически неграмотно сделали, заменили вратаря пятым и болевым игроком. Получилось неразбериха. То есть, тактически был какой-то ход, наверное, недоработанный до конца. А в целом, как вообще прошел Кубок Укруга? Ну, это традиционный Кубок Укруга. Мы проводим совместно с партией «Единая Россия». На призы партии «Единая Россия» довольно-таки интересно. Много команд заявляются. 12 команд заявились. Были поделены они на группы. На несколько групп, по три команды. И, соответственно, сыграли между собой. Победитель каждой группы встречался уже в 8-й финал. Ну, и так, дошли до финала. Соответственно, сыграли финал. Я думаю, люди довольны, потому что зал хороший. Довольны-таки для проведения спортивных мероприятий, не только для футбола. А появились ли в этом году новые команды? В этом году новые команды. Ну, появилась Нор-2. Ну, они, в принципе, тоже играли по детям и по юношам. Нор-2. Сейчас новая команда заявилась. Воспитанники школы-интерната тоже. Ну, я думаю, когда мы начнем чемпионат округа по мини-футболу, он начнется у нас. Судейская пройдет 24 ноября в четверг. Так, думаю, еще кто-то заявится. Так что всегда рады новому команд, новые команды, новые впечатления, новые какие-то взгляды на игроков и так далее и тому подобное. А как проходит чемпионат округа по мини-футболу? Чемпионат округа? Ну, как всегда, у нас, в принципе, так же. Это традиционно. Мы уже давно играем и играют команды. Проводится судейская в зависимости от числа команд. Делятся на две лиги или одна лига. Ну, я думаю, уже много команд, поэтому будет две лиги. В первой лиге играют команды, которые по уровню посильнее, во второй уже маленько послабже. Ну, и те команды, которые юноши, которые вчера занимались, ходили в детские клубы, на сегодняшний день они создают свою команду. Или кто-то у них появляется спонсор или, как сказать, партнер, который им обеспечивает участие в соревнованиях. И таким образом организуются новые команды, начинают себя пробовать со второй лиги. Также у нас, помимо этих двух лиг, еще лига ветеранов, в которой принимают участие, как сказать, мужчины, которые старше 35 лет. Поэтому федерация не забывает ветеранов. Они всегда приходят, тоже так же с радостью принимают участие во всех соревнованиях, которые проводятся в федерации футбола. Да и не только федерация футбола, многие дворец спорта, но проводят свои соревнования также по юношам. Детский юношеский центр «Лидер» проводит турниры по мини-футболу, по волейболу, ну, по всем видам спорта. Как бы старается, во всяком случае, видно, что отношение к спорту очень хорошее и на серьезном уровне. А вот вчера на награждение Игорь Викторович сказал, что будет открываться новый зал или ремонтироваться зал. Да, в данный момент, ну, уже это решение было, насколько я помню, давно. В детско-юношеском центре убрали сцену, убрали трибуны. Сейчас идет, я так понимаю, разработка сметной документации. А может быть, уже и провели торги, может быть, еще и будут. То есть будет полностью меняться покрытие в зале. И именно для игровых видов спорта покрытие будет, я так понимаю, с самого последнего поколения. Это очередной подарок, наверное, как сказать, от администрации округа для всех жителей, которые любят спорт. Поэтому в центре города такой будет великолепная, я думаю, арена для занятий. Для занятий, не только для занятий, но и для соревнований во всеми видами спорта. А вот о детском спорте сейчас, с мини-футболом, как вот именно футбол-школа? Детский спорт у нас вполне прилично развивается. Говорю даже как о мини-футболе, о футболе и о других видах спорта могу сказать, что дети с удовольствием входят, занимаются в разные секции и кружки. А мини-футбол-школу, да, это очень, скажу, великолепная задумка, которая уже воплощается с 2007 года в жизнь. И наш округ всегда представляет победителей финальных соревнований. То есть проводится отборочный этап в нашем округе. И победители выезжают на финальные игры в Северо-Западе, принимают участие. А какая школа в основном выигрывает? В основном выигрывают. Искательская школа всегда является финалистом всех соревнований. И школа номер 4 городская. Ну, я скажу, что соревнования такие жаркие баталии проходят, поэтому любая школа может стрельнуть в любой момент, потому что именно действительно юноши и дети очень хотят заниматься мини-футболом, футболом. Поэтому секции у нас, так скажем так, пользуются спросом. И преподаватели квалифицированы и вполне ждут, и даже не ждут, а надеются, что ребята где-то после завершения школы поедут учиться и попадут в различные сборные команды, что институтов, что университетов, что других заведений. Потому что на нашем опыте это уже, как сказать, не первый год. И многие ребята, которые уезжают, что в Питер, что в Архангельск, или в Москву, или в Владимир, все равно попадают в местные сборные команды тех или иных учебных заведений. Были ли те времена, когда наши футболисты становились чемпионами Северо-Запада? Чемпионами было как-то дело, но это было на Кубке Северо-Запада. Мужские команды у нас занимали и первое, и второе место. Это было, наверное, в 2008 году, насколько я помню. Ну, а совсем недавнее событие – это, наверное, чемпионат Северо-Запада среди любительских команд. Мы завоевали тоже второе место. Это в 2014 или 2015 году. Ну и дети неплохие результаты. На Северо-Западе мы были финалистами. И ездили на… принимали в финале мини-футбол в школу в Москве. Занимали и второе место. И, в общем, входили, скажем так, в десятку лучших школьников по мини-футболу с этой стороны. А я сейчас слышу то, что, знаете, вот в хоккее, начиная хоккейная лига, в футболе хотят такую же практику взять? Уже не то, что хотят взять. Она уже… эта практика существует уже как два года. Это называется футбольная любительская лига, в которой играют ветераны. Там площадка также 40 на 60, но ворота чуть побольше, 3 на 2, насколько я знаю. Играют 7 человек в поле и один вратарь. Так что я думаю, что ветеранов тоже там не забывают. Ну, я думаю, просто когда работа ведется полноценная и опрашиваются все слои населения, даже от мала до велика, чтобы никого не забывали и не обижали. И даже те, кто закончил, наверное, с большим спортом, или вообще просто уже стал по возрасту, как сказать, старше своих молодых партнеров, чтобы они тоже двигались, занимались спортом, побольше общались. Спасибо, Игорь Николаевич. Спасибо вам. Это была программа «Спорт 100» и я ведущий Дмитрий Марков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Продолжение следует...